С 11 по 27 апреля Как обычно вы ходите из пастов? То есть резко переходите к обычным продуктам, резко какой-то режим питания? Да нет, я как-то не задумывалась над этим. Ну, как всегда на Пасху первым делом яйцо крашеное, а потом, ну, творог. Потом так тихонько все получается, никогда у меня никаких проблем не возникало. По мере возможностей, то есть по состоянию здоровья. Я не ем мясо, не ем яйца, а вот молочное я ем. Как обычно вы ходите из паста, переходите к обычному режиму питания вообще резко, плавно? Да нет, плавно не получается, потому что Пасха же вроде гости приходят, надо готовить. Да, это неделя самая такая жесткая, надеюсь, выдержу. Как обычно вы ходите? Какой-то рацион питания, потом запугаетесь, чтобы резко не перейти на какую-то другую пищу после паста? Постепенно, начиная с молочки, потому что охотится творог со сметаной. А потом уже постепенно, постепенно к мясу. Сначала курятину, а потом только говядину. Свинину не употребляю вообще. Да, с начала поста я ходил в церковь, причастился и держу пост, вот жду Пасху. Не ем мясо я, в общем, я ем только овощи, фрукты и все. А потом как в обычный режим ходите? Спокойно, спокойно, так же суп, коклетка и прочее, прочее. Все, спасибо. Ну, пост дает себе, знаете, тот, что вес теряется сразу, калории вот эти все, потому что мясо – это белок. Да, соблюдаю. Уже не первый год. Что вы кушаете во время поста? И как потом идете при обычном? Ну, в основном это овощи, так как если кушать очень много углеводов, это в основном в пост едят одни углеводы. Чтобы не поправиться, больше овощей кушать. Помидоры, огурцы, цветную капусту, зеленый горошек. А как потом, после поста? После поста выходить лучше потихонечку, сразу не наедаться, потому что будут проблемы с желчным пузырем, потому что целый месяц не есть мясо, потом будут проблемы с печенью.